Доброе утро! У меня в руках старинная японская статуэтка, символизирующая мудрость. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Как вы думаете, полезно ли человеку знать полную правду о том, что происходит в его жизни? Или лучше иногда всего не знать, спокойнее будешь спать? Когда мне задают подобные вопросы, я всегда вспоминаю старую историю времен перестройки. Только-только начался интенсивный обмен опытом между российскими и зарубежными психологами, и среди всего прочего в Россию завезли модное тогда на Западе достаточно жесткое развлечение. Руководителю компании помогали симулировать тяжелую болезнь или несчастный случай, а психологи в это время наблюдали за реакцией коллектива на эту печальную информацию и оценивали поведение сотрудников. И вот один московский бизнесмен заказал такую процедуру проверки в кавычках для своего коллектива. В офисе установили скрытые камеры, поступила информация и через час камеры зафиксировали, как в кабинет директора радостно врывается его жена и его заместитель, бросаются друг другу в объятия, плачут от счастья и потом долго пытаются открыть рабочий сейф. Психологи несколько смутились и осторожно поинтересовались у директора, хочет ли он полностью получить результаты эксперимента. Директор настаивал. После просмотра записи директор поблагодарил психологов и твердо сказал, что не имеет никаких претензий к их работе. Он сказал, что ни в коем случае не хочет жить в ситуации, когда за его спиной люди, которым он доверяет, тайно желают ему зла. Я часто вспоминаю об этой ситуации и всегда спрашиваю людей, уверены ли они, что хотят знать всю правду о том, что происходит в их жизни. И мнения людей разделяются. Кто-то хочет, кто-то нет. И я не уверен, что имею право давать вам здесь совет. Я могу только высказать свою точку зрения. Я не буду оценивать этичность поведения психологов и директора. Вопрос дважды спорный. Но буду лишь оценивать реакцию директора. Мне она кажется правильной. Потому что самое большое количество проблем в жизни людей я вижу не тогда, когда они смотрят на свою жизнь широко открытыми глазами, а тогда, когда они смотрят на нее широко закрытыми глазами, врут сами себе, избегают правды и тешат себя сладкими иллюзиями. Мне кажется, что для счастья нужно видеть, слышать и говорить. Но, может быть, я просто не мудрый человек. Доброе утро!